Уважаемые участники веб-форума, сегодняшняя наша встреча посвящена ответам на те замечания, которые поступили по поводу моей лекции, а также ответу на вопросы, которые также поступили в ходе обсуждения. Я хочу вас всех поблагодарить за внимание и за участие в этом обсуждении, за вопросы сложные и интересные. Начну я с замечаний. Первое замечание сформулировано следующим образом. Наиболее категорично против излишней идеологизации процесса государственного управления, что по мнению эксперта имеет место в лекции профессора Якунина, высказался профессор Александр Соловьев. По его мнению, если система ценностных ориентаций обретает характер идеологии, да еще претендует на общегосударственное звучание, то ко всем управленческим рискам присоединяются и угрозы искусственного раскола общества. Ибо идеология – это не нейтральная система каких-то передовых или перспективных взглядов на будущее общество и государство, а способ формирования совершенно определенных групповых интересов. «В более мягкой форме против идеи выбора ценностей на основе идеологии и продвижения таких ценностей в форме некого общественного идеала, национальной идеи, в процессе государственного управления высказывается и профессор Сморгунов». Пожалуй, это наиболее существенное замечание, на которое мне сегодня предстоит ответить, и я бы свой ответ сформулировал следующим образом. Прежде всего, Александр Иванович берет только одно определение идеологии из, например, более чем двадцати, которые дал в своем фундаментальном труде неамарксист Терри Иглинтон. Итак, одно из двадцати. В научной литературе существует множество определений идеологии. Отсюда в дискуссиях, очень часто дискутирующие, иногда не могут прийти к определенному консенсусу, просто потому что они говорят о разных вещах. Представленный доклад, мой представленный доклад, был построен на понимании идеологии как системы общественно значимых ценностей. Не ценностей, которые спущены сверху, а ценности, которые определены общественным, по сути дела, консенсусом или большинством членов общества. Такой подход к категории идеологии достаточно распространен и традиционен. Кстати, об этом хочу процитировать, говорил и профессор рыбаков. Ценности лежат в основе идеологии, и ключевым становится вопрос о месте и роли идеологии в современном мире. Автор замечания об имманентности, партикулярности идеологии очевидно исходит из тех подходов, которые характеризовали период начала трансформации нашего общества. И этот период называется деидеологизацией. Однако с того времени прошло достаточно много времени, и сегодня мы наблюдаем несколько другие процессы. Процессы реидеологизации. И мне кажется, что мы сегодня являемся свидетелями как раз активного использования так называемой мягкой силы для продвижения именно конкретных идеологических установок в современном обществе. Причем я говорю не только о нашем собственном обществе российском, я говорю о таких подходах, которые мы наблюдаем и в других государствах. Чащим примером этого является политика, проводимая сегодня Соединенными Штатами Америки. Вопрос о том, приводит ли идеология к расколу общества, а пнюдь не теоретически. Вот здесь вот я могу согласиться, что да, жесткая идеологическая или как ее называют, тоталитарная идеологизация способна привести к расколу общества. Но вопрос о том, что это аксиома и обязательно в обществе, где присутствует идеология, идеологические подходы, возникнет раскол, для меня не является, вообще говоря, неизбежным. Еще раз подчеркиваю, потому что в моем концепте идеология является результатом общественного определения, а не каких-то установок сверху или исключительно партийных установок по ценностным основаниям государственной политики. С этой точки зрения такой подход как раз, на мой взгляд, должен приводить к консолидации общества. и такая консолидирующая идея, она в конечном итоге становится национальной идеей или приобретает характер национальной идеи. Напомню высказывание Достоевского, который говорил, что без идеи не может существовать ни человек, ни нация. Я абсолютно согласен с этим мнением. К ситуации, когда общество распадается, ведет чаще всего не выдвижение идеологии, а как раз отсутствие ее. Отсутствие скрепов, которые необходимы любому обществу. Потому что именно через идеологию формируются ответы на принципиальные для существования любой нации вопросы. Почему мы вместе? В чем смысл и природа нашего единства? Чем наша общность отличается от других? Конечно, любое общество ценностно-гетерогенно. Но эта гетерогенность не означает, что не должен наличствовать вообще единый ценностный фундамент. В любом обществе есть группа лиц, условные ценности которых носят антиобщественный характер. Но во все времена именно чувство самосохранения, именно следование определенным правилам и традициям позволяло обществу устанавливать определенные, если можно, я использую слово, табу, ограничения, на которые были направлены на недопущение подрыва базовых принципов существования того или иного общества в государстве. Вместе с тем, конечно, было бы неправильным, если бы ограничители партийного идеологического характера приобретали форму диктата. Только так и никак иначе. Опять-таки, мы это наблюдаем не в нашей стране, а наблюдаем, например, сегодня в политике европейских государств по отношению к другим государствам, в политике Соединенных Штатов Америки. Поэтому мне представляется, что должен существовать определенный оптимум. Резкое отклонение от этого оптимума может приводить к тоталитаризации общества, возникает тоталитарная идеология, а, скажем, резкое опущение ниже оптимума может в конечном итоге приводить к разрыву между теми группами, нациями, этносами, которые составляют ту или иную общность. Поэтому, говоря о неприемлемости и недопустимости «Тоталитарная идеология», хорошо бы помнить нашу поговорку, да, она существует и в других языках, что с водой не следует восплескивать ребенка. Замечание второе. Второй проблемный узел – оценка национальных ценностей в сравнении с общечеловеческими, в скобках, если таковые имеются, и ценностями других народов, на что особое внимание обратил профессор Сморгунов. Как и автор лекции, он признает, что ориентация на национальную специфику национальной ценности является значимым ресурсом развития, что ценности важнее целей, но лишь тогда и в той мере, в которой они способствуют росу конкурентноспособности государства как ресурс для глобального обмена достижениями и инновациями между государствами и регионами, а не противопоставления, чья цивилизация лучше, при том, что нет неоспоримых ценностей и раз и навсегда сделанного их выбора. Общий рефрем – за национальные ценности, но не против других национальных ценностей. Впрочем, как признает Сморгунов, это не закрытая тема, скорее, стимул ее дальнейшего обсуждения. Пожалуй, начну с последнего. Никогда ни в лекции, ни в своей практической деятельности я не был замечен в том, что считаю, что есть только одни ценности и одно самое лучшее, самое идеальное общество – русское или не русское, российское или не российское. Поэтому никаких рефренов в этом направлении у меня никогда не было. Я как раз сторонник того, что диалог цивилизации может осуществляться исключительно на основе признания, что другой или инакомыслящий совершенно не обязательно является врагом. Скорее всего, это как раз база для дальнейшего диалога, дальнейшей дискуссии. Что же касается приписываемого мне высказывания насчет того, что ценности важнее целей, то я прошу прощения у уважаемого оппонента, но ничего подобного я не говорил. Я как раз говорил о том, что существует единая управленческая линейка, состоящая из ценностей, целей, средств, результатов. Это и есть единая государственная управленческая цепочка. Формируемые цели могут быть различными, при том, что те, кто их формирует, в качестве ценности могут использовать абсолютно одни и те же термины и одну и ту же фразеологию. Но в зависимости от того, кто занимается практической политикой, ну, например, сторонники коммунистической идеологии или сторонники неолиберального подхода, который, кстати, в современных условиях тоже приобрел характер идеологии уже. Так вот, в зависимости от того, кто будет говорить о важной ценности сохранения государственности, общества, развития, экономики, повышения благосостояния народа, цели, которые они будут предлагать обществу, могут оказываться совершенно другими, разными. И более того, это будут управленческие цели. Мы это наблюдали в советский период, но, по крайней мере, люди моего возраста, мы это наблюдаем и сегодня. Что касается конкурентноспособности, то, честно говоря, мне не очень симпатичен этот термин, который пришел к нам из экономики. Безусловность принятия этого ориентира вызывает у меня сомнения, хотя, конечно, в принципе, и это может быть мерилом успешности государства. Ну, вообще говоря, это Гоббсовского парадигма, который приводит к определению мира как глобального поля всеобщей конкуренции во всем, абсолютно во всем. На этой парадигме действительно выстраивается исторически западноцентричная миросистема, определяемая ранее через маркеры капитализм. Но такая система не единственная возможная модель социогеннеза. Зачастую для государства более целесообразным в какие-то моменты ограничить этот обмен, сократить поток этого обмена. Примером этого является, например, современный Китай, поскольку это все-таки тема другой, возможно, нашей дискуссии. Но, тем не менее, мы наблюдаем, что Китай, который сегодня достигает колоссальных успехов в своем экономическом развитии, тем не менее, например, использует ограничения с точки зрения распространения и доступа интернету. Не абсолютный, кстати, позитивный пример. Я просто говорю о том, что в конкретных ситуациях возможны те или иные подходы. При этом, как мы определили, Китай сегодня занимает вторую строчку в мире ли экономически успешных держав, а мы, к сожалению, находимся значительно-значительно ниже. Поэтому различия и следствие принятия различных категорий совершенно очевидны. Я ниже буду еще об этом говорить, но мы в своих работах более склонны использовать термин «жизнеспособность» государства. Поэтому, по нашему мнению, категория жизнеспособности предполагает наличие цивилизационно-различных механизмов жизнеобеспечения. Замечание три. Несколько в ином ракурсе подходит к этой теме и Соловьев, который подчеркивает, что даже не государство, а правительство способно задействовать ценности в процессе управления под свои собственные стратегии, что никакой устойчивой связки ценностей и целей в управлении государством не существует, что постоянная апелляция к ценностям в управленческом процессе, приоритетность этой составляющей способна принести скорее вред, чем пользу. В скобках пример СССР. Ну, в принципе, можно ли согласиться с тем, что правительство может под свои собственные интересы трансформировать ценностные основания? Думаю, что с этим, вообще говоря, можно согласиться. Да, может. Но выдвижение своекорыстных целей при использовании фразеологии ценностей, которые приняты государственному обществу гораздо выше в той ситуации, когда публично ценности не артикулированы, когда общество не имеет представления об этом. Как это иногда происходит при смене тех или иных формаций, смене идеологии. Мы наблюдали это в Советском Союзе, когда происходил процесс де-идеологизации, коммунистическая идеология ушла, а что было предложено взамен? По сути дела, взамен никакой системы ценностей предложено не было. Об этом мы тоже довольно часто говорим и дискутируем, в том числе и на нашей кафедре. Так вот, артикуляция ценностей государства является, на мой взгляд, своеобразным ограничителем для самодурства или продвижения собственных интересов, как правительством в целом, так и отдельных его членов. Далее говорится, устойчивой связки ценностей и целей в управлении государством не существует. Я согласен с этим. Совершенно верно. Разрушение этой связки и приводит к тому, что чиновники руководствуются не артикулированными ценностями, а подчас своим собственным пониманием ценностей или своими собственными интересами, латентными чиновничьими интересами. Целью таким образом в реале российского государственного управления не имеют устойчивой связки с применяемыми средствами. И в итоге средства зачастую выдаются за целью. Приведу пример из многочисленных своих дискуссий, которые имел и в правительстве, и в научной работе. Приватизация — это цель или средство? Я исхожу из того, что когда мы говорим о повышении эффективности экономики нашей страны, когда мы говорим о необходимости пробуждения и поддержки инициативы частного предпринимательства, когда мы говорим о необходимости привлечения частных ресурсов, частных инвестиций, то тогда мы говорим о повышении эффективности экономики. Одним из инструментов такого повышения эффективности является, на мой взгляд, приватизация. А если целью является отчет о том, сколько процентов или какая доля государства была приватизирована, но после этого не делается анализ, а к чему это привело с точки зрения роста и развития экономики, с точки зрения повышения благосостояния народа, с точки зрения повышения количества рабочих мест, создания рабочих мест, то тогда, мне кажется, что как раз это конкретный пример, когда цель и средства меняются местами. Насчет того, что апелляция к ценностям принесла будто бы вред СССР, как об этом говорит профессор Соловьев, на мой взгляд, это утверждение не очевидно. Операция к ценностям Советского Союза являлась мощнейшим мобилизационным ресурсом. Достаточно вспомнить период Второй мировой войны, первых пятилеток. Во Второй мировой войне, если вы помните, обращение Сталина, братья и сестры, это на самом деле обращение, которое свойственно православным людям, он до этого никогда этого не использовал. Или когда православные священнослужители были достаточно массово освобождаемы из лагерей для того, чтобы они могли вести свою службу в своих приходах. Мне кажется, что это достаточно наглядные примеры того, как ценности могут становиться мобилизующим ресурсом в государстве. Другое дело, что на определенном этапе развития советского общества произошла эрозия этих ценностей. Произошел разрыв между тем, что артикулировалось как советские ценности, и тем образом жизни существования определенная партийно-бюрократической верхушки, которые для себя любимых создали условия, которые условно тогда назывались коммунистическими, когда они такими не были, но народ называл, для себя создали. А то, что народ видел в своей повседневной жизни, резко отличалось от этой артикуляции. И вот такой разрыв самым негативным образом сказался на существовании и на атмосфере советскому обществу. Поэтому негативным образом сказалось не само наличие ценностной платформы, а протократическая схоластика, догматизм и ложь. 4. Следующий дискуссионный фокус интересов экспертов — это предполагаемая автором лекции «Высшая ценность для России. Сохранение страны». Эксперты не ставят под сомнение эту ценность, считают ее естественной, но полагают, что мобилизационный потенциал этой ценности автором лекции преувеличен, впрочем, как и ценностного подхода к государственному управлению в целом. Как уже отмечалось, ни один из экспертов не ставит под сомнение необходимость ценностного измерения государственного управления. Но одно дело — признавать правомерность и необходимость такого подхода, в скобках, и, соответственно, необходимость дальнейшей научной разработки проблемы. И другое — это оценка роли и места ценностных составляющих системы управления. По мнению экспертов, особенности профессора Соловьева и в менее категоричной форме профессора Сморгунова, профессор Рыбаков по этому поводу не высказывается. Но из контекста его выступления следует, что он, скорее всего, не поддержал бы коллег. В лекции явно нарушен баланс составляющих систему управления по линии ценности, интересы, технологии. А и Соловьев, в частности, отмечает, государства не распадаются от утраты руководящей идеи. Цитирую, это все вопрос. Замечание. «Ни одно государство, в том числе и СССР, и уж тем более Россия, не погибали в результате аксиологического кризиса. Ни кризис коммунистической идеи, а непрофессионализм управляющих, кастовая политика номенклатуры, стали источником распада этого государства. Более того, некоторые идеи и ценности утрачивают свой мобилизационный потенциал и символический заряд, и от них нужно отказаться». Ну, ответ состоит из нескольких частей. «Высшая ценность государства не просто сохранение государства, как перефразируют авторы замечания моего выступления, а максимализация ее жизнеспособности. Существует какая-либо более интегральная ценность, чем названная? Не просто быть, но развиваться. Развиваться в своих потенциалах». В догладе я делал ссылку на Аристотеля, проводившего аналогию между государствостроительством и домостроительством. «Аристотельская ценностная платформа существования самого дома». Она противопоставлялась им ценностной платформе хребатистики, то есть получения прибыли любым способом, вне зависимости от того, что все за этим произойдет с домом. Как раз категория конкурентноспособности – это из второй части. Я не могу разделить сомнения экспертов в том, что ценность существования самой страны не обладает должным мобилизационным ресурсом. Я в ответе на предыдущее замечание только что этой темы касался. Думаю, что я достаточно подробно на этом останавливался. И хочу только добавить, а за что тогда люди, воины Второй мировой войны шли на смерть? Они шли на смерть за Родину, за существование Родины своей страны. Это ли не мобилизационный ресурс ценности существования и развития Родины, страны? Профессор Салоев делает вывод о том, что государства не погибают в результате аксиологического кризиса. Но мне кажется, что исторические примеры говорят совершенно о другом. Даже существует термин, нарицательный термин – Рим эпохи упадка, когда нравственная деградация, присыщенность привели к развалу империи. Продолжая дискуссию, хочу сказать, что такой же кризис ценности фиксируется на позднем этапе существования советского общества. Профессор Соловьев говорит, что причиной распада СССР был не кризис коммунистической идеи, а непрофессионализм чиновников, кастовость номенклатуры. Однако характерно, что в замечании несколько выше именно профессор Соловьев говорит прямо противоположное, что вред СССР нанесла именно апелляция к ценностям. В действительности распад государства очень редко можно свести к чему-то единственному. И думаю, что здесь и эрозия ценности коммунистической идеи сыграла очень важную, если не ключевую роль. И наличие кастовости, и непрофессионализм, и воровство, и коррупция, которые тогда уже существовали. Все это, безусловно, сыграло свою роль в развале Советского Союза. Хотел бы обратить внимание, что, к сожалению, в современной действительности мы также наблюдаем и непрофессионализм, и кастовость, однако единой страны-то уже нет. Поэтому мне кажется, что непрофессионализм, о котором можно было бы говорить, наверное, в сослагательном наклонении, и кастовость, в том числе позднего Советского Союза, все-таки не являются основными причинами развала страны. Александр Иванович отвергает значение кризиса коммунистической идеи в распаде страны, по крайней мере, это так звучит, хотя в общении с ним у меня не сложилось впечатление, что он именно так себе это представляет. Но в данном конкретном замечании аргументы такой позиции, на мой взгляд, вообще не приведены. А вот что касается традиционной оценки, традиционной историографии, исторической учебной литературы, мы как раз находим ссылки на то, что именно кризис, эрозия коммунистической идеи привели в основном к распаду страны, или, по крайней мере, это являлось важнейшим элементом. И действительно, к концу существования Советского Союза вера в коммунистическую идею подверглась очень существенной эрозии в обществе. Вера в эту идею не просто ослабла, а катастрофически ослабла, осуществлялась потребность в модернизации идеи, в модернизации общества. Однако, к сожалению, партийная верхушка пошла по другому пути. С момента прихода к власти Горбачеву была поставлена задача полной деидеологизации в стране, демонтаж самой идеологии коммунизма. Выстраиваемая прежняя общность, советский народ, опять-таки, дискутируемая, тем не менее, оказалась полностью дезавуированной. Отказ от прежней идеологии, как я уже говорил выше, не сопровождался представлением артикуляции другой ценностной платформы, объединяющей народы, которые проживали на территории Советского Союза. Важнейшие, на мой взгляд, скрепы, сдерживающие, объединяющие общества, оказались разрушенными с процессом деидеологизации и не были заменены чем-то другим. Поэтому считать фактор кризиса коммунистической идеологии неважным или несущественным в развале СССР, на мой взгляд, вообще говоря, неправильно, неисторично. Я придерживаюсь, по крайней мере, той позиции, которую сейчас изложил. Замечание пятое. И как общий выбор, требование управленческого использования цивилизационных накоплений следует существенно дифференцировать. И как показывает опыт, причем так ставят вопрос и в современной науке, ценности могут влиять на государственную управление только в том случае, если их содержание совпадает с характером сложившейся ситуации. А и Соловьев. И далее он добавляет, что задействовать позитивно значимые ценности в системе управления очень нелегко. В этом пункте с ним фактически солидарен Сморгунов, когда рассуждает о том, как соединить современные религиозные и политические проблемы. Это замечание. Мне не совсем понятна здесь позиция профессора Соловьева о том, что содержание ценностей должно не противоречить характеру сложившейся ситуации. И отвечать я буду, исходя из своего понимания постановки этого вопроса. На мой взгляд, эксперт указывает, что они могут влиять на государственное управление. Как это понимать? По сути, прозвучавший тезис звучит как призыв к политическому конформизму. То есть в каждый конкретный момент исторического развития, в зависимости от того, в каких, например, мы отношениях находимся сегодня с администрацией США или с Брюсселем, мы должны изменять те ценности, которые артикулированы в нашем обществе. Например, ценности единства страны или ценности возрождения историчности, выработки нашей политики. Потому что это кому-то не нравится. Или потому что условия внешние этому противодействуют. Я уверен, что Александр Иванович не имеет это в виду, но в своем ответе я, может быть, преувеличенно артикулирую именно это понимание конформизма ценностей в зависимости от складывающейся ситуации. Например, характеристикой сложившегося мира сегодня после распада Советского Союза является характеристика однополюсного мира, однополярного мира. Мы исходим из того, что это не соответствует интересам российской государственности, российского государства, российского общества. Но сегодня США являются державой номер один. Ее называют единственной сверхдержавой. Это реальный внешний фактор, который должен влиять тогда на формирование нашей ценностной политики. Думаю, что, наверное, с этим согласиться нельзя. По крайней мере, мы наблюдаем в деятельности нашего внешнеполитического ведомства, главы государства, правительства, линию, направленную на формирование многообразного, не хочу говорить многополярного мира, потому что полюсность, прежде всего, у меня вызывает ощущение конфронтационности. Ну так вот, для того, чтобы избежать этого понятия конфронтационности, я бы использовал многообразие мира. Но вообще говоря, в литературе принято понятие многополярного мира. Политик должен не только оценивать внешние или внутренние обстоятельства его политической деятельности, но если он действительно политик, выдвинутый на определенные позиции народами в ходе голосования или каким-то другим образом, то он должен, анализируя эти обстоятельства, вырабатывать линию, которая отвечает интересам государства, которое он представляет, или общества, которое выдвинуло на эти позиции. Мне представляется, что таков подход. Следовые условия, как я уже неоднократно здесь говорил, безусловно, должны быть учтены. Однако этот учет условий не должен означать ревизии собственных целей, как иногда это звучит и в научной литературе, и в политических дискуссиях. Конечно, имплементировать ценности в государственное управление непросто. Я с этим замечанием абсолютно согласен. Но кто говорил, что политика — это легкое дело? Еще Эйнштейн утверждал, что политика гораздо сложнее физики. Я с этим согласен. Таковы ответы на замечания, которые поступили по лекции. Дальше есть целый срез вопросов. У нас есть некоторое время, которое мне отведено. Вопросы сформулированы и перечислены в том виде, как они поступали. Вопрос первый. На ваш взгляд, какие идеологические ценности могут привести Россию к успеху? Какие страны мира отличаются качественным государственным управлением? Как я уже говорил, успешность страны — это сложная, интегрированная категория, она не достигается за счет развития одной-двух ценностей. В противном случае появляются точки уязвимости. Жизнеспособность страны, опять-таки, как мы это подчелкивали, является таким интегрированным выражением всей совокупности ценностей, в том числе и успешности государственного управления. Все, что повышает жизнеспособность, страны должно получить соответствующее выражение. И, напротив, все то, что подрывает жизнеспособность, может быть классифицировано в качестве антиценности. Сегодняшний пример Соединенных Штатов Америки показывает, что это страна, которая занимает высшую строчку в любом рейтинге государств. Достигнуть этого уровня они смогли благодаря качественной системе государственного управления. Я не говорю о ценностях, которые положены в основу этого государственного управления. Отнюдь не разделяю цели, которые достигаются. Я говорю о фактическом положении дел на международной арене. Они достигли этого еще и благодаря успешному управлению ценностями. И мы на протяжении даже небольшого периода можем наблюдать, как эти ценности трансформировались. Не случайно поэтому не только американцы до последнего бездомного, я сам это наблюдал на улицах Нью-Йорка, убеждены в превосходстве американского образа жизни, но этот штамп, американский образ жизни стал очень привлекательным для представителей других обществ, других цивилизаций. Другое дело, я еще раз хочу это подчеркнуть, что эти ценности, американские ценности или ценности англосаксонской цивилизации, как мы говорим в теории диалога цивилизации, эти ценности отнюдь неприемлемы. Не все, по крайней мере, для России и остального человечества. И свидетельством этому является колоссальное количество горячих точек, в которых, по сути дела, ведутся боевые действия. В качестве успешности государственного управления, я думаю, мы можем сослаться на опыт Китайской Народной Республики. Я уже ссылался на них по другому поводу. Я достаточно много бываю в Китае, встречался со многими партийными руководителями, представителями бизнеса. И могу вам сказать, что да, это действительно консолидированное общество, консолидированное общество, консолидированная система управления, основанная на вполне конкретных базовых ценностях, которые они считают ценностями для себя. При этом могу отказать, что многое из того, что сегодня реализуется в Китае, было заимствовано еще в эпоху Советского Союза, но переработано под китайскую национальную специфику. Вообще говоря, вопрос о ценностях в системе государственного управления Китая является ключевым. Совсем недавно был в городе Ланчжоу, читал там лекцию студентам, встречался с первым заместителем губернатора провинции. Я был поражен, когда этот политический чиновник общался со мной в терминах МОФа «Диалог с цивилизацией», Мирового общественного форума «Диалог с цивилизацией». На этом уровне, это провинциальный уровень, политический портократ, как вы раз бы сказали, не только владеет терминологией, он понимает суть тех проблем, которые этими терминами описывают. Второй вопрос. Присутствуют прямые указания на аспекты проблемы, которые не нашли должного отражения в лекции, по мнению Д и Г. Это навязывание чуждных ценностей и идей, психологическая война против России, а также проблема соотношения высшей ценности и национальных ценностей тех двух сотородов, которые живут на территории России. Я несколько удивлен, что автор этого вопроса не услышал в лекции того, что я говорил. Я как раз говорил о недопустимости навязывания чуждых ценностей различным цивилизациям, ссылался на высказывание Отто фон Бисмарка, который говорил, что мы не можем победить Россию, мы неоднократно в этом убедились, но мы можем внедрить им ложные, лживые ценности, и тогда не победят себя сами. Это, собственно говоря, есть ответ на вопрос, на этом можно было бы остановиться, но я бы хотел также сказать, что второй вопрос, вторая часть вопроса не менее важна, как соотносятся ценности в стране, где проживает 200 народов. Но здесь я могу сказать еще и из истории Российской империи, позднее Советского Союза, да и сегодня, вообще говоря, всегда была иерархия ценностей. Ценности первого уровня и ценности второго уровня. Первый уровень — это ценности, скажем так, национального характера, а второй — цивилизационного характера. Я хорошо помню советские времена, когда за рубежом не говорили, он грузин, армянин, он еврей, говорили русские. Ну, слово советские не очень использовали, говорили русские. И русский — это было не уничижение национального чувства того или иного человека, а это был собирательный термин, определяющий цивилизационную принадлежность этого конкретного человека. Это тогда идентичность, как я уже сказал, цивилизационного уровня. Мне кажется, что история Российской империи, позже Советского Союза, показывает, что это пример, наверное, достойный не только для подражания, но и для тиражирования. Третий вопрос. Кто и каким образом может, должен определять плохие, хорошие, перспективные, тупиковые, собственные, заимствованные и так далее ценности? Государственные органы, вероятно, могут выступить инициатором, катализатором выявления формирования ценностного набора. Однако в результате он должен носить характер общественного договора. Полностью согласен с последним утверждением. Вспомните, когда первый президент России Борис Николаевич Ельцин дал распоряжение придумать национальную идею. Ничего из этого не получилось, хотя работали, наверное, не самые глупые люди. И тем не менее, понятно, что просто так придумать ценности невозможно. Это ценности, которые вырабатывались обществом на протяжении истории существования, в столкновениях или коммуникациях с другими цивилизациями, в конкретных климатических условиях, в эпоху кризисов, климатических катастроф. Поэтому я согласен, что нельзя сверху придумать и внедрить какой-то список ценностей. Задача ученых — формировать, почувствовать собственный народ, взять у этого народа то, что он считает необходимым и ценным, артикулировать это как общественные и государственные ценности. Они, кстати, имплементировались в том числе и через такие инструменты, как эпос, руссконародные сказки. Это не просто то, что написано где-то на бумаге, на стене, в мраморе. Это то, что составляет суть мировоззрения большинства людей, которые составляют конкретное общество. Еще раз скажу, да, консенсус абсолютно необходим. Но точно так же неизбежно и наличие оппозиции. Но не может быть абсолютно гомогенного общества. Хотя, скажем, высказывания по поводу расколотости российского общества сегодняшнего, на мой взгляд, они несколько преувеличены. Но да, где-то до 5% есть устойчивая оппозиция. И эта оппозиция артикулирует ценности, которые не совпадают с ценностями большинства. Да, это нормальный процесс. А как показывают последние социологические исследования, как раз некоторые события, например, вопрос по Крыму, привели к колоссальной консолидации нашего общества. И никто не ставит под сомнение данные соответствующих опросов. Четвертый вопрос. ЕВК. Рассматривая ценности как ресурс развития общества, следует отметить, что общественные отношения влияют на содержание ценностных оснований. Таким образом, представляется, что одной из основных задач государственного управления является не только управление ценностями, но и управление изменениями ценностей. Солидарен с таким подходом и АСУ. По его мнению, построение идеологии и ценностных ориентиров — это задача всего общества, а не только государства. А также ДИГ, который отмечает, что ценностные основания невозможно установить искусственно или по желанию государственных властей даже с применением военной силы. Я, собственно говоря, в предыдущем ответе на вопрос отвечал и на этот вопрос. Я согласен с тем, что невозможно силовым методом имплементировать ценности сверху в массу. Никогда на этих позициях не стоял. Мне кажется, что здесь есть еще один очень интересный аспект — это постоянное противопоставление государства и общества. В этом смысле следует напомнить, что такое противопоставление характерно для российской истории. Мы помним, что такое противопоставление, такой раскол усиленно артикулировался в преддверии российских революций. Задавалась некая матрица конфликта, когда Ключевский говорил, что государство пухло, народ херел. Но не беря на себя смелость дискуссии с этим автором, хотел бы сказать, что мне кажется, что когда херело государство, тогда и народ херел. И вот это противопоставление государства и общества мне представляется достаточно искусственным, хотя и лежащим в русле неолиберального концепта государства. Мне представляется, что мы должны сделать соответствующие выводы, и конфликционная парадигма оценок государственно-общественных отношений, должна быть переосмысленным. Пятый вопрос. Не кажется ли вам, что идеология выбора ценностей заключает в своем основании излишнюю политизированность выбора, то есть формирует некие рамки поведения, коммуникации, в которых человек лишается возможности опираться на систему общечеловеческих ценностей, базирующихся на гуманитарных постулатах? Вопрос в дополнение к первому. Не думаете ли вы, что это ведет к уязвимости всей системы государственного управления? Вы знаете, фраза «Идеология выбора ценностей заключает в своем основании излишнюю политизированность выбора» мне представляется лишена внутренней логики. Более странным суждением следует еще и высказывание «Идеология выбора формирует некие рамки поведения и коммуникации». Во-первых, не буду комментировать, что такое идеология выбора, но хотел бы обратить внимание, что обнаруживаемая в ценностном подходе политизированность, автор вопроса сам оказывается в ловушке этой политизированности, как мне кажется. представление права выбора им трактуется как задание неких рамок, ограничивающих способность человека прийти к каким-то ценностям. Так можно договориться до многого. и вообще говоря, значит, это что означает, что надо запретить вообще право выбора на каком-то основании? Просто взять и перейти к условным общечеловеческим ценностям и на этом закрыть тему дискуссии. Но мне кажется, что такой подход как раз и характерен для тоталитарности. Это тоталитаризм чистой воды. Не могу с таким подходом согласиться. Ведь сегодня под общечеловеческими ценностями преподносятся ценности англосаксонской цивилизации. И как эти ценности трансформируются в конкретные цели, какими способами они имплементируются в мире, мы с вами достаточно хорошо видим в Ливии, в Ираке, в Сирии, ранее в разделе Югославии, мне представляется, что такие ценностные ориентиры для нас не подходят, хотя может быть кто-то и говорит, что во всех этих точках реализуются общечеловеческие ценности, демократии, например. Мне кажется, что вообще попытка переноса ценностей одной цивилизации в другую цивилизацию, да не кажется, я абсолютно в этом уверен, это совершенно неприемлемый подход, который в результате и приведет к тому, о чем говорил еще Отто фон Бисмарк. Внедрить лживые идеи, и тогда они победят себя сами. Шестой вопрос. Вы обозначили ценности в цепи целей государства, ценности, цели, ресурсы достижения, далее цели, пути достижения, образ страны. Как сохранить систему выбранных, установленных идеологических ценностей от колебаний политического курса государства? Мне кажется, что именно преемственность политики, вне зависимости от смены лидеров, политиков, является ключевой задачей организации развития демократического общества. именно демократизация процессов управления, а античное звучание демократии, как вы помните, это власть народа, неформальная, когда создаются определенные технологии, выборные технологии, а именно конкретного участия гражданского общества в управлении государства. И мне кажется, что это абсолютно верно. Еще Сенека говорил, что у того корабля нет попутного ветра, капитан которого не знает направления своего движения. Седьмой вопрос. Как известно, Россия всегда искала свой особый путь развития, в том числе в поиске и формировании идеологии. Вопрос. Находясь в поиске новой идеологии, так ли опасна западная идеология фрикизма? И не считаете ли вы, что на современном этапе в стране существует «скрытая идеология» в кавычках? Автор, судя по контексту, имел в виду элиту, которая, выдвигая те или иные общественно значимые ценности, в своей жизни, руководствуется совсем другими. Вы знаете, перенаряжение в западные одежды, характерные для 90-х годов, сопровождалось не только изменением внешнего облика, но попытались перенести ключевые механизмы жизнеобеспечения страны. К чему это привело, мы все хорошо знаем. Но невозможно, потому что для того, чтобы адаптировать эти механизмы, эти инструменты, необходимо перенести всю культурную среду. Это невозможно. Поэтому попытка некритичного использования того, что хорошо работает в одной стране, в других странах, приводит прямо к противоположному результату относительно тех благих побуждений, которыми, может быть, руководствовались те, кто пытался перенести эти механизмы. Что касается идеологии государства, то она не может быть скрытой по той простой причине, что именно государство должно артикулировать эти ценности. А что касается элиты, то нет никакой латентной идеологии, потому что сама наша элита не является единой. Есть часть элиты, которая ориентирована на Запад, и внутренне они настроены на разрушение России. Есть такие. Есть элита, которая исповедует патриотические взгляды. И такие, безусловно, есть. И широкую часть элиты представляет элита, которая усвоила ценность потребления, неограниченного потребления. Воинствующий консюмеризм по определению одного из основоположников Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций» Джагдиша Капура. Консюмеризм ничем не ограниченный и не обращающий внимания на потребности других. Поэтому нет какой-то скрытой идеологии, нет какой-то единой идеологии элиты. Разрыв между тем, что говорится и тем, что делается, он существовал и существует сегодня. Но все-таки, еще раз повторюсь, я считаю, что нет никакой скрытой идеологии государства. Уважаемые друзья, с учетом того, что время бежит неумолимо, я не смогу ответить на все вопросы, которые поступили, но тогда буду уже выбирать те вопросы, которые мне кажутся очень интересными. Вопрос десятый. Какие российские ценности в настоящее время могут использоваться в качестве инструмента мягкой силы в международных отношениях? Период постмодерна, в котором сегодня живет мир, соотносится с действием сил нравственной деградации. Собственно говоря, сделать ужасное и выдать его за прекрасное — это и есть один из элементов постмодерна. Поэтому мы говорим не просто о альтернативном существовании, а мы говорим об альтернативном пути развития. Собственно говоря, и это и составляет ответ на ваш вопрос. И ситуация 2014 года, а мне приходится очень много путешествовать по свету, показывает, что запрос на активное участие России в международных делах, интерес к России на фоне вот этого совершенно беспрецедентного давления, которое направлено в сторону России, усиливается. Поэтому примерами такой мягкой силы являются традиционные ценности России, которым, например, в отличие от атомизации и индивидуализма, противопоставляется коллективизм. В отличие от установки внешнеполитическим ведомствам, посольствам Соединенных Штатов Америки усиленного агрессивного продвижения идеи равенства однополых браков с традиционными браками мужчины и женщины, может быть противопоставлена ценность, ну назовем ее традиционной, вообще говоря, природной семьи, состоящей из мужчин и женщины и воспитываемых ими детей. И вместо ренты и спекулятивного финансового капитала, трудовое право, вместо расизма и артикуляции эксклюзивности одной конкретной нации, это диалог цивилизации, многоэтничность нашего общества и опыт нашего сожительства. Далее, одиннадцатый, существует ли прямая зависимость между мировой конкурентоспособностью ценностей государства и уровнем его социально-экономического развития? Я категорически против использования термина конкурентноспособность ценностей той или иной цивилизации. Это не рынок, не базар, не лавка, куда можно прийти и за что-то купить ценность, которую потом на себя примерить или одеть. Не может по лекалам рынка рассматриваться такие вопросы. Это ложный ориентир, конкурентоспособность ценностей совершенно для меня неприемлемая формулировка. Экономическое благополучие в этом смысле отнюдь недостаточно для того, чтобы утверждать, что это и жизнеспособность, и превосходство ценностных оснований. Тринадцатый вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, роль Русской Православной Церкви и других конфессий в определении ценностных оснований развития российского общества. Религия — это не просто набор богословских постулатов. Религия аккумулировала тысячелетия развития человечества. Она содержит в себе колоссальный, накопленный, ценностный источник. Поэтому резкая секуляризация общества на Западе, как мы наблюдаем, приводит к нравственной деградации общества в значительной степени. Поэтому для России православие и другие традиционные религии выступают, на мой взгляд, сегодня в качестве определенных интегративных социальных скреп. Это совершенно не означает, что опрос показывает, что 80% нашего населения говорят, что они православные. Это совершенно не означает, что они ходят в церковь каждое воскресенье, причащаются и так далее. Нет. Это как раз говорит именно о том, на что указываю я. Поэтому мне представляется, что нападки, которые сегодня осуществляются на русскую православную церковь, на иерарха русской православной церкви, попытка уничтожения православия, на самом деле это не случайность. Я могу сослаться на признание Уолта Лакера, сделанное в 90-е годы, а мне это известно из прежней жизни значительно раньше, когда он сказал, что после победы над коммунизмом главную угрозу для Запада представляет восстановление России на идеологии православия. Я чистую цитату даю и не собираюсь ее рассматривать. Четырнадцатый вопрос. Каковы, на ваш взгляд, критерии наиболее эффективные механизмы оценки эффективности принятия решений в сфере государственного регулирования? Возможно ли применение в Российской Федерации системы сбалансированных показателей как инструмент оценки эффективности государственного управления? Два года тому назад мы опубликовали работу, которая называется «Качество и успешность государственных политик и управления», в которой проводился обзор существующих индексов эффективности госуправления и доказывалось, что и методология индексирования имеет в своей основе ценностную платформу. Я за неимением времени отсылаю вас к этой работе. Могу только сказать, что и здесь те коэффициенты, те критерии, которые мониторируются с точки зрения оценки или определения успешности и неуспешности государства, они тоже не свободны от политической ангажированности, идеологизированности и очень правильно нужно выбирать, что же мы мониторируем и что же мы наблюдаем. Например, это такой индекс, как индекс развития человеческого потенциала. Это и длительность времени жизни, достойная жизнь. Вопрос, а что значит достойная жизнь? Как это определить? Это очень интересный вопрос, он требовал бы развернутого ответа, но я ограничусь тем, что я сказал, с учетом нехватки времени. Еще раз хочу сказать, что нам более понятен и мы продвигаем идею использования интегрированного индекса, которым является расчет коэффициента жизнеспособности страны. Еще раз скажу, что в упомянутой мной монографии вы можете найти и прочитать более подробный ответ на этот вопрос. Девятнадцатый вопрос и с вашего разрешения последний. В рамках снижения избыточного государственного регулирования планируется ли отменить лицензирование? Рассматривается ли в качестве наиболее реальной альтернативы лицензированию саморегулирования, как вы относитесь к этой идее? Вообще говоря, абсолютизация идеи саморегулирования как раз основана на преувеличенной вере в абсолютные возможности стихии рынка. Поэтому ко всему нужно относиться как к лекарству с осторожностью и очень тщательно дозировать то, что мы применяем. Сошлюсь на высказывание профессора Манчестерского университета Теодора Шанина, который предостерегал советское руководство еще в 1990 году. Опасения его были связаны с формированием в среде реформаторов феномена сталинизма наоборот, некой тоталитарной утопии всеблагости саморегулирующегося рынка. Факты, указывал британские исследователи, говорят о том, что Западная Европа – плохой образец свободного рынка. В Англии, например, цены на молоко отнюдь не регулируются свободной конкуренцией, они устанавливаются правительством, комиссией европейских сообществ, национальными картелями. Строительство промышленных предприятий и жилых домов определяется у нас или во Франции, Голландии и других странах государственными законами, муниципальными решениями не в меньшей мере, нежели спросом и доходами строительных контор. Джон Гелбрейт, говорящий, предупреждал он в интервью «Известием», а говорят об этом бойко и даже не задумываясь, о возвращении к свободному рынку времен Смита, неправы настолько, что их точка зрения может быть сочтена психологическим отклонением клинического характера. Это то явление, которого у нас на Западе нет, которое мы не стали бы терпеть и которое не могло бы выжить. На этом, уважаемые участники веб-форума, я вынужден остановиться. Существует множество и других очень интересных вопросов. Я надеюсь, что в ходе дискуссии те, кто его задал, получат ответы. На этом еще раз хочу поблагодарить вас за активное участие, внимание к лекции и попрощаться, возможно, до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова